Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Луки, 2 глава, 34-35 стих, мы зададимся вопросом, какое оружие пройдет душу Девы Марии? И мы читаем этот отрывок. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей нападение и навосстание многих в Израиле и в предмет пререкания, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Действительно, такой сложный вопрос. Мы посмотрим, какие есть истолкования. Амфилохий Иконийский, святитель, пишет, «Кому, кажется, более приличествовало в беспрерывной радости провождать жизнь, как непресвятой и приблагословенной Деве Марии, Матери Спасителя, источника и подателя вечной радости? Но Симеон предвещает ей не удовольствия и веселья, а скорби, которые, подобно острому мечу, проникнут всю святую ее душу, и тебе самой оружие пройдет душу, и чьи скорби и страдания могут сравняться с болезнью материнского ее сердца, когда она, стоя при кресте Спасителя и Сына Своего, была зрительницей его беспредельных страданий и бесславной смерти». Конечно, для родной матери наблюдать распятие своего ребенка – это каждый гвоздь, который вонзался в тело Спасителя, он вонзался в душу и в сердце самой Пресвятой Девы Марии. И святитель Григорий Палама пишет, «Затем и Деве, матери младенца, он предвозвестил, являя, что на основании скорби, которую она испытает при кресте Сына, должна будет стать особенно явленной матерью по естеству нынешнего младенца и должна будет открыть нетвердое помышление сердец относительно сего». То есть, когда увидят ее страдания, ее переживания, ни у кого не появятся мысли, что это не мать. И далее Палама пишет, «Ибо Симеон прекрасно засвидетельствовал, что из-за горя, приносимым страданиями Сына и величайшей скорби и сострадания, она есть истинная родная мать всего чудесного Сына». Почему это было важно доказать, что именно она родная мать? Потому что были еретики, агностики, которые говорили на полном серьезе, что Христос не был никем рожден, он просто появился в виде младенца, и Деве Марии было поручено ухаживать за ним. И он изменялся по ходу естественного человеческого взросления, как бы подстраиваясь под людей. А сам он чистый дух, который как бы и не причастен плоти, тем более плотскому зачатию. Таким образом, Паламан настаивает на том, что вот свидетельство Симеона, что ее сердце будет разрываться, что каждый гвоздь, каждое орудие, вбитое в Сына Божие, и терновый венец, все эти тернии, все эти гвозди, и это копье, которое ударит под ребром Спасителя, все это вонзилось, вошло в ее душу и в ее сердце. И нет оснований считать, что она как бы не совсем и мать, а Христос некое призрачное существо, как ложно учили еретики. Нет, она истинная мать, истинного Сына Человеческого и одновременно истинного Сына Божия. И мы чествуем ее как Богородицу. Друзья, вовремя подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на нашем сайте. И берегите себя!